привет друзья приветствую вас на своем канале и вы видите я за рулем но я не еду ни в какой город как обычно а еду просто супермаркет того чтобы сделать небольшую закупку продуктов и показать вам какие цены в нидерландах я как-то делала вам закупку товаров в приднестровье в молдове вы могли посмотреть плюс минус сравнить цены а сегодня я хочу поехать в магазин лидл для того чтобы сделать закупку ну скажем не на всю неделю но на ближайшие несколько дней что мы закупаем обычно какие цены и на какие товары у нас предпочтение знаете что самое интересное располагается лидл рядом с супермаркетом aldi и почему-то в лидл всегда очень много людей что не скажешь о супермаркете aldi почему-то aldi не так востребован в нидерландах как лидл чем это связано я не знаю если вы знаете напишите пожалуйста а а которую мы купили в лиддл наверное первое с чего я начну это букет цветов у них супермаркете продаются цветы хочу сказать что у нас в приднестровье не продаются цветы в супермаркете так как продукты они продаются отдельно здесь же можно купить любые виды цветов и вот например тюльпанчики 299 смотрите какие они красивые пушистенькие мне очень понравились поэтому я частенько ну не я а мой муж покупает мне цветы хочу заметить что я буду просто показывать вам товары я не буду говорить цены цены будут писаться внизу отдельно так будет проще и быстрее итак начнем с хлеба хлеб всему голова и мы покупаем хлеб чаще всего двух видов в этот раз мы купили хлеб только нидерландский такой вот именно типичный тостовый хлеб вот такие вот у них большие упаковки они очень мягкие мне кажется если применить силу вот так нажать он просто кружок и превратится в лепешку настолько он мягкий воздушный значит хлеб мы взяли большой две бутылки тоника я очень люблю тоник иногда себя балую этим замечательным напитком вот такая типа кола местного разлива бутылочка 2 литра это уже сын мой предпочитает и вот такая типа фанта тоже местная тоже 2 литра предпочитает мой муж и так что дальше поехали различные салаты здесь идут смесь различных видов салата они вот выглядят вот так вот видно вам потом салат айсберг уже тоже помыт и порезанный иногда мнению никогда нарезать мыть сортировать я покупаю уже готовые вот такие пакетики не хватает так как в принципе я миксую их все с помидорками огурчиком делаю салат дальше плавно переходим к помидоркам помидорки черри 400 грамм они идут прямо с веточка видно вам огурцы в нидерландах здоровые длинные и хочу сказать что чаще покупаются они в вакуумной такой упаковке пластики идут либо bio но сегодня была акция на вот эти огурцы и соответственно я взяла такой огурец что удобно в нидерландах так это что у них очень много картофеля кто не знает это страна картофеля и есть у них картофель уже практически готовы он пропаренный различных видов это может быть и со специями это может быть картофель неразвариваемый есть развариваемый для пюре для приготовления вот здесь даже пишут рисуют сколько готовить для того чтобы именно толочь я взяла такой мягкий картофель вареный дабы уже не чистить не мыть его проварил 5 минут и он уже принципе готов так что две упаковки беру здесь у нас килограмм в одной упаковке что удобно в ландах так это что здесь очень много различных практически готовых изделий которые вам надо только поставить микроволновку на 2 5 минут и все готово поэтому я беру иногда вот такие вот булочки и вот такие типа вот как у нас делать сосиску в тесте а у них делают не сосиску в тесте а как фарш в тесте и здесь не исключение потому что это производство у нас лидал делает 280 грамм вот четыре такие штучки конечно я знаю что они не очень полезные я беру это не каждый раз но раз в месяц иногда два раза в месяц я беру такие снеки когда нет времени когда надо быстро перекусить я пользуюсь этим тем более они могут храниться без холодильника и просто сколько минут подогреть это в микроволновке я не вижу а 6 8 минут в микроволновке и вот такие вот снеки будут готовы а я еще взяла вот такие сыром там просто сыр внутри сверху натертый сыр тоже очень быстро и вкусно как же без нидерландской селедочки посмотрите она упакована в вакуумной упаковке лучок идет три штучки 205 грамм очень вкусная мало соленая взяла еще скумбрию посмотрите она уже почищенная порезанная практически открывай ешь ничего не надо делать любая хозяйка будет рада такому помидоры они уже чищеные порезанные и когда добавляешь блюдо прям как будто свежая помидорка взяла макарончики вот такие как спагетти мелкая в лидоле есть отдел где продается все на распродаже и конечно же я никогда не прохожу мимо этого отдела потому что там можно купить товар по очень выгодной цене и также этот товар не просроченный он просто может быть со скидкой вот например этот соус он может храниться до 2023 года это как уксус виноградный 30 процентная скидочка он идет со спреем вы можете вот как я люблю сейчас салатики побрызгать это супер также идет масло с ароматными травами прованс то же самое 30 процентов скидки это просто я считаю хорошая находка кстати срок годности здесь до но здесь меньше до 21 года до декабря месяца 31 декабря 21 год так что в принципе у нас почти год есть чтобы использовать масло масло сливочное всегда беру 82 процента никогда не беру меньше и трогаю чтобы она не была эта упаковка мягкой потому что если масса вы берете с холодильником хоть там написано 82 процента вы его нажимаете и пальцы проваливаются это нехорошее масло я нажимаю она достаточно твердое значит масло хорошего качества также на распродаже были вы такие знаешь как мы называем рисовая лапша или стеклянная лапша вот такие упаковочки тоже с 30 процентной скидкой конечно же мы очень любим ее пакетик сыр пармезан он уже натертый это для того чтобы посыпать все к чему веду что я хочу приготовить пасту болонезе и в принципе я все для этого взяла сумка мне падает так смотрите я обычно не беру мясо но исключение делаю если это биопродукция вот пишется bio это фарш говяжий я беру вот такие помидоры к нему соответственно это все тушу и взяла спагетти взяла пармезан вот вам и паста болонезе это у меня будет на завтра также взяла нарезку вот такую вот сыра сыр 200 грамм он уже нарезанный идет старый ну как переводится out как старый по-русски старый очень вкусная в лиддл идет паста там есть различного вида это паста в данном случае взяла кокосовая она сладкая типа как нутелла только с разными есть ореховый вкус это белый кокосовый вкус ну как бы моему сыну очень понравилось он сказал следующий раз возьми ну я и взяла также взяла с распродажи печенье просто в упаковке вот такой вот печенька с клубникой из шоколадом тоже 30 процентов скидки срок годности позволяет еще питаться до 22 года вообще печенье могут храниться ну соответственно я взяла взяла упаковку яблочек 6 яблок вот так вот они упакованы розовые вкусные яблочки как бы сейчас весна витаминоз надо кушать витамины и взяла посадите в горшочке петрушку укроп и лучок зеленый на салатики на супчики такое знаете каждый раз не побежишь и у них кстати вот эта зеленушка она без запаха в магазине ты берешь я сколько раз в суп кидаю а запаха не чувствую надеюсь что который я вы выращу у себя в горшочке есть большие такие вазоны будет запахом сейчас вашему вниманию колбаска типичная нидерландская колбаска она немножко идет с под копченым запахом ее обычно подают в нидерландах это картошка пюре в эту картошку пюре могут добавлять что угодно и капусту и морковку и вот такую колбаску я все смотрела на нее смотрела взять не взять мы может бери кинул в корзину и я даже не поняла на самом деле хочу я ее или нет ну разберемся семья сейчас у нас большая кто-нибудь да съест так что я еще взяла грей фруктовый сок значит здесь пишется что стопроцентный сок хранится именно в холодильнике срок годности здесь небольшой до 30 марта пару дней и все и надо выпить вот такие вот натуральные соки можно купить в нидерландах и они действительно с запахом натуральным реальным не такие как пакетированные хотя секундочку вот у нас есть вот такая вот линия солевита которая продает тоже натуральные соки и вот я взяла с грушей и взяла томатный сок груша вот так вот выглядит а томатный сок вот так выглядит литровые такие пакеты пишут что здесь девяносто восемь процентов натурального томатного сока продукта ну и соответственно в этом тоже здесь на каких только языках но здесь конечно похуже ситуация здесь 50 процентов сока но тоже неплохо у нас продаются там соки вообще по 5 по 10 процентов сока остальное всю химия здесь 50 процентов уже хорошо если вы считаете что мы затарились в лидл это много продуктов нет это буквально нам я не скажу что даже на целую неделю это нам на несколько дней и думаю что среди недели нам в любом случае придется еще что-то докупать но мы заехали еще в турецкий магазин и я взяла там как окорочка куриные окорочка вот здесь 4 по моему до 4 больших бедрышко ножки окорочка как хотите называйте хочу сказать что по вкусу мне нравится турецкая продукция и польская мой мой муж считает что я просто недопонимаю чего-то и говорит что в нидерландах очень хорошее мясо хорошее качество что я просто не оценила этом ну может быть и так если вы с нидерландов и вы считаете так же как я и либо не так как я напишите пожалуйста вы где предпочитаете покупать мясо следующее это у нас лаваш вот такой тонкий лаваш хочу сказать что здесь этот лаваш найти нелегко здесь вообще проблема с этим лавашом только в турецких магазинах и только иногда когда они их пекут это не значит что вы каждый день можете то зайти и там будет такой лаваш нет надо попасть еще в этот день и сегодня именно звезды сошлись и я купила этот лаваш тонкий для шаурмы там шавермы и я думаю сын будет просто счастлив также в турецком магазине я купила чай он получается как из розы но сказать точнее шиповник шиповник с каркаде что может быть лучше конечно же в турецком магазине я купила помидорки это тот случай когда помидоры пахнут вы знаете что в зимний период купить помидоры которые пахнут практически нереально особенно помидоры которые имеют хоть чуть-чуть вкус это вообще я нашла в турецком магазине я их не беру много потому что вы видели взяла через ли дал и взяла три штучки буквально на салат я разбавляю я кладу и те и те миксую мне очень нравится сочетание потому что они абсолютно разные по вкусу так что друзья подписывайтесь на канал ставьте лайки надеюсь вам понравилось мое видео сегодняшнее до скорой встречи пока пока